В скандинавских странах почти 80% отходов перерабатывается вторичное сырье. В России эта цифра пока значительно ниже. Едва ли 10% выброшенного мусора обретает вторую жизнь. Помочь изменить ситуацию в нашем регионе призван открывшийся сегодня ресурсосберегающий комплекс переработки отходов. Производственная мощность первой очереди предприятия составит 160 тысяч тонн мусора в год. Тожественная церемония открытия комплекса приняла участие губернатора Сергея Мороза. Глава области осмотрел новые ресурсосберегающие производства и нажал на кнопку пуска мусораспределяющего конвейера. Действительно для нас, причем не только для города Ульяновска, но и для всего Ульяновского региона, это событие имеет по-настоящему колоссальное значение, потому что мы сегодня совершаем с вами очередной, но одновременно очень важный шаг к тому, чтобы сделать наш регион значительно чище, красивее и, конечно, экологичнее. Линия полуавтоматическая. Крупные вторичные материалы сертируются машиной, а более мелкие отбираются вручную. Специальный магнитный сепаратор позволит отобрать все черные металлы, находящиеся в составе отходов. Отрадно, что на предприятии применяются как иностранные, так и отечественные ноу-хау, проверенные и доказавшие надежность суровых сибирских погодных условий. Особенность его является в том, что он достаточно компактный, но при этом высокопроизводительный. И мы максимально старались использовать принципы энергосбережения, оптимальности пространства и эффективности при этом выборки вторичных ресурсов. В первую очередь это только начало. Ввод в эксплуатацию полного комплекса позволит стопроцентно вовлечь твердые коммунальные отходы правобережной части Ульяновска в переработку. Планируемый объем инвестиций в проект составит около 400 миллионов рублей. Эффект же, экологически чистый город, трудно измерим в финансах. Егор Титов, Юрий Конехин, Новости дня, Ульяновская правда.